Сразу два значимых семинара по карате состоялись на прошедшей неделе в Подмосковье. В местечке Большое Саврасово своим искусством с адептами поделился главный инструктор США, Канады и России карате Ситорю Сейкукай, обладатель 8-го Дана Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. А не за несколько тысяч километров среди совершенно русских лесов и полей. Здесь в поселке разместилась Додзю Ки Айкидо сенсей Михаила Орлова. Хозяин все, даже ландшафт, выдержал строго в японском стиле. И даже приезжавшие сюда японские мастера воинских искусств признавались, что такую Будо-усадьбу и дома не часто встретишь. На этот раз гостем Ки Айкидо Додзю стал обладатель восьмого дана Ситорю Сейку Кай каратэдо сенсей Акира Сато. Сенсей в 67 лет, 50 из которых он упорно изучает каратэ. В своих ежедневных практиках сенсей пришел к выводу, что каратэ должно быть очень простым. Из него надо постепенно убирать всю ту красивую, но бесполезную шелуху, которая выдается в фильмах-боевиках за настоящее мастерство. Свой семинар в Большом Саврасове Акира Сато как раз и построил на изучении простых, но весьма эффективных техник. Безусловно, спортивное каратэ – это очень красивый и зрелищный вид спорта, но многие техники спортивного поединка неприменимы и даже вредны в реальном бою. Наносить высокие удары ногами или же удары в прыжках на улице глупо. Вы можете сами поскользнуться и упасть. Поэтому техника Будо каратэ должна быть простой, но эффективной. Давая задание на выполнение той или иной техники, сенсей Акира Сато, по очереди вызывал всех участников занятий и просил продемонстрировать свои навыки перед всем залом. Независимо от уровня исполнения, все без исключения участники получали от него лично положительную оценку и одобрение. Что следует признаться, было не только приятно, но и вселяло заряд положительной энергии. Сразу хотелось тренироваться еще больше и еще упорнее. Этот человек оказался очень добр и душой, и сердцем. Очень внимателен и к детям, и к взрослым. И вот чувствуется, что у него от него какое-то изучение доброты, что ли, чисто человеческое. Во второй части семинара японский мастер подробно разобрал с участниками кота Мацумура Рахай. И здесь в его объяснении техник этой формы не было никаких сложных, мудреных и таинственных приемов. Все предельно просто, лаконично, молниеносно и опасно. Следует еще раз отметить атмосферу, которую сумел создать на семинаре сенсей Сато Акира. Даже под конец занятий, несмотря на усталость, все улыбались и сохраняли бодрый вид. Всех заряжал своей энергией 60-летний мастер. Приезд Вениамина Гармаева в любой додзе, где тренируются поклонники традиционного каратэ, всегда событие. Ведь если называть вещи своими именами, в мире Будо Вениамин совершил маленький подвиг. Во-первых, уже будучи многократным чемпионом самых различных турниров по кота, он сам без поддержки каких-либо федераций, как воин-одиночка, отправился на Акинаву на турнир Сакумото-фест, организованный главой школы Рюэрю, легендарным сенсеем Цугуу Сакумото. И там, обыграв даже окинавских мастеров, занял первое место. Потом на протяжении двух лет Вениамин забрасывал письмами Сакумото-сенсея с просьбой принять его в личные ученики. И когда, наконец, разрешение было дано, Вениамин получил возможность черпать знания непосредственно из рук мастера. Свой семинар в Протвино он построил на объяснении техник кота Рюэрю. И прежде всего, с довольно необычной формой, начало комплекса. Не секрет, что многие адепты карате, находясь под влиянием мастерства Сакумото-сенсея, пытаются копировать его технику, но далеко не все знают истинное значение тех или иных движений в кота. Вениамину посчастливилось узнать это из первоисточника, и он, ничего не скрывая, с удовольствием делился своими знаниями. Я занимаюсь карате какое-то длительное уже время, и понимаю, что не знаю ничего, особенно про окинавские стили. Вторая часть семинара была посвящена технике кобудо, работе с окинавским шестом бо. Кобудо и карате неразрывно связаны, и все крупные мастера карате на Окинаве великолепно владеют и оружием древнего воинского искусства кобудо. Многие каратисты из Протвино впервые взяли шест в руки. Вениамин подробно и скрупулезно объяснял даже, казалось бы, незначительные на первый взгляд детали. Как правильно держать шест, как передвигаться, сохраняя равновесие, как наносить удары и ставить блоки. Семинар получился насыщенным и очень интересным. Каждый из участников этого мастер-класса уносил из додзио массу новых впечатлений и знаний. Но главное – это осознание того, как многому еще предстоит научиться и как упорно надо тренироваться, чтобы достичь вот такого уровня, как у сенсея Вениамина Гармаева. Продолжение следует...